А Ярдань в Воркуте уже по традиции осветил епископ Петерим. К слову, погода жителей Заполярья на крещении не жаловала. Холодный и штормовой ветер. Вода в купеле то и дело покрывалась наледью. Но трудности воркутинцев не испугали. Елена Кононова продолжит тему праздника. Вернее, если Господи, чудно генатвое. Ярдань на реке Уса по давней традиции осветил епископ Сыктывкарский и воркутинский Петерим. А владыка старается каждый год приезжать на крещение именно в Заполярье. Это чудо сродни священному огню на гробе Господнем на Пасху. Эти праздники двунодесятые веки в большинстве своем сопровождаются чудесами Божьими. Только бы мир видел, замечал эти времена и сводки, как говорится, и делал выводы. Он служил своему Господу и недаром сегодня называется праздник Бога явления. Ярдань для жителей Заполярья оборудовали в 30 километрах от города, на реке Уса. Для желающих окунуться в освященную воду организовали автобусы. Все как обычно. Разве что морозов на этот раз не было. Зато был сильный и холодный ветер. Его порывы достигали до 23 метров в секунду. Но верующие его словно не замечали. Знаете, когда начали службу, сначала было холодно. Когда владыка стал читать молитву, стало тепло. На удивление. И я не один это заметил. И владыка это почувствовал. И все присутствующие. Это говорит, что горячая молитва Богу согревает нас. И во время молитвы мы соединяемся. И Бог наполняет нас благодатью. Так что нам тепло. Зато ветер доставил хлопот тем, кто дежурил у купеля. На поверхности воды то и дело появлялся лед, который приходилось счищать. Кто-то из купающихся отталкивал куски льда ногами. Но все это не помешало верующим искупаться и оставить в ледяной воде все невзгоды, грехи и болезни. Такое ощущение, что ты заново родился. Чувствую. Ну, немного прохладно так-то. Но ничего, погода замечательная. Вода. Очень хорошо. Рано. Тело и душа. Молоды. Все прекрасно. Всех с праздником. Скажи, пожалуйста, не страшно тебе было? Нет. Нет. Скажи, что ты хорошо. Хорошо. Нет, скажи. Сегодня актированный, закаленный. Скажи, я ж творку ты. Те, кто не рискнул окунуться, набирали освященную воду в бутыли и фляжки. Самые запасливые приехали на реку с 20-литровыми бачками. Затем, чтобы пить и оздоровляться. А вы верите, что она чудеса творит? Поверю. По поверью, те, кто окунулся в Крещенскую воду, заболеть не могут. Но у купели все равно будут дежурить медики. Они останутся на месте купания до 22 часов. Елена Кононова, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов. Телеканал Юрган. Воркута. Телеканал Юрган. Кирилл Нифонтов. Продолжение следует...